Добрый день! В эфире программа «Мимо нот» веду её я, Евгений Додолев и София Корзова, которые, собственно, и представят нашего гостя. А в гостях у нас актёр, режиссёр, сценарист, универсальный человек, человек театра Вадим Демчок. Здравствуйте! Здравствуйте! Я очень рад. Надеюсь, что по ходу сегодняшнего интервью хоть в одну ноту нам удастся попасть. У нас задача именно, чтобы всё было мимо, поэтому мы будем работать над этим. Да-да-да, но то, что мимо нот всё-таки будет соответствовать тому, что мы хоть в одну попадём, тогда поймём, что всё остальное мимо нот. У меня к вам сразу вопрос. Вот 3 июня в московском ТЮЗе состоится ваш спектакль «Арли Кениада». Я так понимаю, что спектаклю три года в этом году исполняется? Или четвёртый год? Четвёртый год. То есть у вас юбилей получается? Ну да. Юбилей у нас в марте. Это как раз период солнцестояния, 21-23 марта. И в этот день произошла премьера. Это шоу, от которого умирают. Оно проходит под лозунгом «А ты готов пойти на преступление?» Это шоу, которое меняет полушария местами, выбивает стул из-под прежних убеждений. И там, конечно же, извечный спор отцов и детей. Я играю психотерапевта, а на сцене человечек, который рассыпается в таком многообразии ролей всевозможных, что психотерапевт со своими старыми прежними убеждениями, он просто не может его схватить. То есть это как моноспектакль? За что? Нет, это на сцене 12 человек. Это сейчас спойлер был, вы рассказали, вообще спектакль, зачем же... Так и известно, чем заканчивается. Кто кого, всё-таки удастся ли психотерапевту впихнуть этого представителя молодого поколения в его прежние схемы, и нравственные, и этические, и эстетические, и так далее. А или всё-таки произойдёт втягивание этого психотерапевта на территорию новых времён. А почему Орликиниада? Что за название? Орликиниада, потому что это такое звонкое, звенящее всеми бубенцами на колпаках название, и в голове у человека, я думаю, что вы сами с этим согласитесь, у нас в головах, особенно у современных людей, творится дикая Орликиниада. И персонажи спорят друг с другом, и этот диагноз, мультипл персоналити, множественные личности, это уже диагноз современного положения вещей. И поэтому вот эта вот звенящая фактура Орликиниада, люди идут как на комедию, а потом понимают, что эту комедию можно как луковицу очищать до очень мощных, глубоких, трагических осознаний. Поэтому придите, посмотрите. А вот герой, он всё-таки кто? Если так вот, вы сказали много слов, так в общем... Это для кого? Для молодого поколения вообще, в принципе, для... Это разворот очень обширный, да, то есть даже детки 12-летние приходят и что-то извлекают из этого. У вас же 16+, или 18+, даже. У нас 14+. Да, там есть, касаются нескольких тем, которые для более низкого, более молодого возраста, как бы, ну, наверное, неэтично будут показывать. Ну, эротические контексты и так далее. У нас есть потрясающая... Глубокая схема, глубокая схема, глубокий этюд с таким персонажем, как Лилит. Это первая жена Адама. Да, и вопрос, почему она не уместилась в мировоззрении Адама, почему всё-таки ему пришлось искать Еву. Но Лилит, это же такой демон, который по легенде соблазняет как раз. Придите, посмотрите, да, вот, и поиграйте с нами в эту игру. Скажите, а три года для спектакля – это большой период? Дело в том, что Орликиниада родилась очень необычно, то есть в определённый период своего времени я написал очень весёлые книжки, очень будоражащие сознания, и такого явления, как феномен игры, школа игры, того всего, что возникло много позже, ещё не существовало, были только предвосхищения. И поэтому книжки такие, они, с одной стороны, тяжеловесные, а с другой стороны, очень воодушевляющие. Вот, и начитавшись этих книжек о природе игры, о феномене игры, о умении сканировать реальность как сгусток игровых плоскостей, да, из игровых моментов, то есть реальность играет с нами в каждом, в каждое мгновение происходящего, да. И вот таким образом реальность как бы не сканировалась и не подавалась. И начитавшись этих книжек, молодое поколение, которые все позаканчивали институты и оставили институты с ощущением такой глубинной какой-то неудовлетворённости, обманутости, потому что профессия, особенно в современном мире, профессия артиста, она не такова, каковой нас научили, да, опираясь на прошлые какие-то изыски, поколения, скорости. То есть вы систему Станиславского как бы отметаете? Нет, мы играем и в систему Станиславского тоже, и Михаила Чехова, и Антона Нарто, и Питера Брук, и Ежи Гротовского, и так далее. Есть огромное количество сценариев, в которые можно поиграть, входя в профессию. Да, и есть очень много дверей. Есть ещё более древние, очень инкрустированные системы, и Дзе Амима такие, и Хуан Фанчо, это колоссальные игровые системы, объясняющие реальность через профессию артиста. Вот, и начитавшись их, они в какой-то момент прижали меня к стене, увлекшись этими книжками, сказали... Они это ваши студенты, ваши трупы? Молодые ребята, молодые ребята, которые потом стали труппой, прижали к стене, сказали, отвечай за базар. То есть мы видим какой-то уровень реализации, да, манифестацию каких-то идей, давай калий нам. Да, я сказал, что я ничего делать не буду, и если у вас довольно острые зубки, вот вам тексты из моего прошлого шоу, Фрэнки Шоу, да, хватайте и переносите этюды. То есть материал я им дал. И они стали выклёвывать какие-то этюды, образно их обрамлять и приносить. И так началась эта колоссальная работа. То есть режиссуры как таковой, с ней я тоже спорю, то есть авторитарной личности, которая структурирует реальность в контексте режиссуры, нету в наших играх, да, но есть мощная энергия, которая окружена неким, ну названа неким силовым полем, которое творит сама из себя. И внутри этих приносов, этого бесконечного вращения энергии, внутри чётко озвученной идеи, начинается притирание этих этюдов. Так родился и второй спектакль, сейчас рождается третий. А ребята сами приносили тюрьмы, правильно? Они только сами. Здесь кроется удивительный обман. Ты никогда не удержишь творческую команду, если не позволишь персонажам этой команды родить то, что для них действительно важно. Потом они попадаются на очень изумительный крючок. То, что они родили, они вынуждены будут защищать. Это естественный процесс. Они за это руки всем отгрызут. Кто притронется, это их дитё. И они начинают защищать эти силовые поля, потому что сами родили. Они вложили кусочек своей плоти. Это не кто-то пришёл великий и сказал, значит, иди сюда, здесь встань, здесь туда махни, тут скажи и так далее. Это отдельное от них, а это их. И так родилась Орликиниада. А вот эта модель взаимодействия с подопечными, с учениками, она откуда-то позаимствована, или это ваше собственное ноу-хау? Она родилась, естественно, я не могу утверждать, что она где-то позаимствована. Конечно же, всё хорошее, работающее, и в итоге великое, оно, конечно же, уже кем-то опробировано. Если отматывать даже к шекспировскому театру, никогда не было режиссёра. До индустриальной эпохи режиссёров в театральных зрелищах не было. Был ведущий артист, который покупал пьесу, приносил, раздавал текст, все учили текст, выходили, и он просто создавал силовое поле для игры. И дальше начиналась импровизация мастеров. Не было режиссёра, который структурировал это всё. А если возвращаться, опять же, к возрасту спектакля, вот три года исполняться спектаклю, то он как-то меняется у вас за это время? Или он такой же, как вы три года назад его выпустили? Конечно же. Или вы меняете? Может, ребята новые ещё и отсюда привносят? Собравшись четыре года назад, они даже сами не понимали, какой коварный крючочек они заглотили. Потому что этот крючочек стал их травить, травить называется, да, когда рыбку подёргивают, ловят на блесну. Вот, и потащило их в их развитии, потому что эти силовые поля, они дали такой мощный толчок развитию каждого из них, что потом, спустя уже год, люди приходили и чесали себе голову и говорили, как вы это делаете? Покажите, расскажите. И тогда я им сказал второй очень мощный момент из, как сказать, технологии ловушки, а вот теперь учите, а вот теперь делитесь. Да, и тогда возникла школа игры. То есть они стали притягивать методы и отрабатывать язык, с помощью которого они могли бы передавать то, что уже знают. Пусть небольшую плоскость, да, но тем не менее они уже начали. И так в течение трёх лет... То есть у ваших актёров уже свои студенты? И у них уже свои ученики. То есть это, знаешь, учиться обучая технология, да. И вот почему мне понравилась эта модель тоже, и вы вот сидите и пускайте в эфир своих студентов. Это от лени просто. Так же и мы. Элемент лени – это тоже очень важный игровой момент, да, и о нём тоже можно поговорить. Вот, но вот так это всё и структурируется, потому что с определённого возраста, конечно, мастерам не нужно катить телегу. Они должны ехать на телеге. И задавать направление. Крутить колёса, конечно же, должны молодые. И в этом контекст передачи, и в этом прямой передачи опыта. А вы кровь пьёте у них? Нет, без этого. И, конечно же, это прекрасная метафорическая вещь. И так тоже можно объяснить, да. И почему я так молодо выгляжу, мне спрашивают, где секрет молодости? Да потому что пью кровь. Естественно, здесь беззастенчиво это можно провозгласить, то что я тотальный вампир. Но взамен этой молодой крови возвращается опыт и структура видения реальности как игры и так далее. И здесь есть очень такой благодарный бартер. И, конечно же, живи с молодыми, работай со стариками. А вот ваш мастер Зиновий Карагодский, он был такой же, как вы сейчас мастер? Или он был более авторитарным? Для своего времени он был, конечно же, на пике. Это революционная фигура, несомненно. И он бунтарь, и его судьба и структурировалась как бунтарская судьба. То есть я даже когда учился у него, я не воспринял его идеологию. Я воспринял энергию, которая потом выросла во мне как идеология. То есть он пропахивал студентов, забрасывая зерна. И это единственное, что мастер может делать. То есть он создает, естественно, своим примером. То есть я просто сфотографировал его изнутри, а потом дорастал до его уровня. Это технологии тоже. То есть в какой-то момент многие его примеры, я никогда не забуду, когда, будучи 70-летним, он выскакивал на сцену и играл маленького Бэмби, у которого вот-вот прорезаются рога. И здесь передо мной был маленький Бэмби. Вот это мастер, который может транслировать и опечатывать ум ученика фотографией реализации. И дальше, возвращая в своем сознании эту фотографию, ты дотягиваешь себя до него. Поэтому большинство технологий, прости, что перебил, как говорят, ничего страшного. Технологии набрасывания на себя персонажа, который превосходит твои возможности во много раз, это, конечно же, артистический элемент. И внедряясь во все сферы современной жизнедеятельности, он, конечно же, и в спортивной, и в военной, и в политической, и в религиозной, и в медицинской. Любую, педагогической, любую, эти технологии набрасывания на себя кого-то, кто превосходит мои возможности во много раз, они работают с невероятными скоростями. А время требует скоростей, очень высоких. Ну а вот ваша система, которую вы создали, вот в книге «Самоосвобождающаяся игра», она как-то, вы все-таки отталкиваетесь от Карагодского? Или вы ему в пику, в противоречии создаете какую-то свою систему? Или просто продолжаете, может, как-то его... Плох тот ученик, который не отринул или не опрокинул своего учителя. И, слава богу, и со своими ребятами я тоже работаю через провокационные методы, подбрасывая им некоторые и заявления, и поступки, которые они могли бы отрицать. Можно пример какой-нибудь привести? Пример такой провокации. Это ситуационные вещи. Вот сейчас мне не всплывает пример, который я мог бы озвучить в эфире. Потому что, конечно же, они все обладают долей очень глубокого проникновения, и они задевают за живое. И они бывают иногда и фривольные, и с использованием определенных некорректных проявлений. И это как раз, я думаю, что это тенденция вообще современности. Человек все больше и больше развивается в направлении разворота всей палитры себя. Потому что чем дальше, тем социальные среды, политические среды, они все больше и больше формируют персонажа человека, как Джокера, как Трикстера, как провокатора. Потому что как только... И даже этот механизм можно сформулировать. Как только человек становится понятным в современных средах, им тут же начинают манипулировать. Его тут же впрягают в телегу, и... Со звоном он будет катить игры других людей, которые очень как бы... Достаточно доли цинизма опрокидывают это на социум. И поэтому молодое поколение, оно вырастает в естественной необходимости быть не схваченным, непонятым. И они каждый раз разные, каждое мгновение. Поэтому я говорю, они переключают себя, как каналы в телевизоре. Мой сын, вчера ему исполнилось 11 лет, он манипулирует мамой вот так. Да, это от меня он иногда получает по загривку, со звонкой оплеухой и со словами «Манипулируй папой тоньше, сынок». И он вырастает в этих средах, потому что он не может быть другим. Это невероятная гаджетомания. Он на связи, 20 человек, они играют в игры компьютерные. Он на связи через коммуникации, и с социумом, и фильмы, которые мы с ним смотрим, и документальные фильмы об искусственном интеллекте его очень завораживают. О том, что оказывается, можно оказаться в этих средах, что весь мир оказывается один глобальный мозг, что между космосом вовне и космосом внутри нашего черепа нет различия, даже картинки похожи. Его это очень завораживает. А вы какую видите перспективу? Чем он будет заниматься? В идеале? Вам бы хотелось бы, чтобы... Мне очень нравится направлять его в контексте химии, потому что язык будущего... Интересно. Язык будущего – это, несомненно, химия. И слова, и язык, он невольно, не через 20 лет, не через 100, а может быть, через какой-то промежуток времени, конечно же, это к химическим препаратам, и отсылается, и будет выработан определенный... В общем, фармацевтом он будет. Нет, это одно из направлений, в котором я его хочу двигать. Второе направление... Да, сейчас это, конечно же, все на примитивном уровне, это пятый класс, поэтому это просто какие-то такие ловушки, которые я пытаюсь ему расставлять, именно воодушевляющие, пробуждающие его интерес. Потом, конечно же, искусственный интеллект, робототехника, программирование и так далее. То есть он уже давно не собирает лего по схемам, потому что он любит не одну коробку, а покупать сразу три, и из него креативит. И это показатель, это ум, который уже не хочет вписываться по указкам, вести себя по указкам. А так сам он чего хочет, не говорит? Пока у него нету, вот пока это не сформировано и нет таких, понимаете, мечта, особенно для деток 10-11 лет, если у ребенка есть мечта, то это значит, что он уже в ловушке социальных концепций, то есть его уже организовали, построили и направили. Да, но каждый же ребенок в детстве, если спросить, я вот точно знала, кем я хочу быть 10 лет. Поздравляю вас, значит, вы оказались в ловушке социальных импринтов. А, кстати, сегодня кем вы? Стюардессой, я хотела быть. Ну вот, прекрасно. А не стало, значит, я вышла из ловушки. Давайте теперь копнем, а почему хотелось стать стюардессой? Потому что были определенные картинки, были определенные впечатления, были загружены определенные программы по ходу взросления, и потом сформировался этот идеал. А вы в возрасте 11 лет? Не помню, я нет. Я всегда, такое ощущение, что я всегда хотел быть человеком играющим, и меня манил этот феномен, феномен отождествления вот с этой вот перетекающей, играющей, и постоянно проявляющей, фокусирующейся и исчезающей вселенной, которая извергает из себя все это многообразие радостное, и обязательно скрепляемое каким-то праздником. Вот карнавальность, орлики не ада, опять же, если возвращаясь даже к названию, это, конечно же, реализация детских каких-то импринтов. Обязательно праздник, обязательно бубенцы, обязательно какой-то звон, обязательно очарование, обязательно, мне очень нравится слово эрекция, мне очень нравится эта вот пульсация, готовность к творческому распылению себя. И вот эта образность, она как бы формирует мою судьбу, так скажем. А вот говоря именно о распылении, вы все-таки можете сказать, что я в основном, ну не в основном, а все-таки я в первую очередь артист, или я в первую очередь режиссер, или сценарист? У вас есть какая-то, все-таки, одна липостась? Вот чем дальше, тем ты больше, это даже в организации уже дня, или гастрольных планов, или вот года целиком, ты уже не планируешь на какие-то даже дальние, нет, хотя эта работа проводится, да, но ты присутствуешь в каком-то игровом контексте, где блюдешь это уникальное сочинение, сочетание возможностей, которые предоставляет тебе пространство. Понимаете, реальность как таковая, она никакая. Нельзя сказать, что истины какие-то уже в ней заложены, их нужно открыть. До тех пор, пока не пробужден творческий принцип, не заведен двигатель, да, творческий. То есть реальность, она всегда преподнесет себя в той форме, какую ты в нее загрузил. Ты же в нее загрузил за счет своего пробужденного творческого двигателя, да, творческого. И поэтому, если творческий двигатель не пробужден, будь готов к тому, что ты будешь играть, принимать участие в чужих играх. Но ты никогда не будешь счастлив в играх, созданных другими. — А вот, например, спектакль, который вы сделали с Дмитрием Маликовым, «Перевернуть игру», это вы в чужой игре участвуете или все-таки своей? — Дима, очаровавшись нашими изысками и исследованиями, он обратился ко мне с просьбой написать инсценировку. — Я перебью, а вы до этого были знакомы, для того, как он обратился? — Мы были давно знакомы, да, и он слушал «Фрэнки Шоу», и «Фрэнки Шоу» как-то так прострочило сознание очень многих людей, и я сейчас даже недавно, вот Алена Апина даже пригласила меня на свой эфир и сказала, у вас есть поклонница, Вадим, вы даже не знали об этом, вот это я. Я не то что выросла на ваших программах, но это оказало очень большое влияние. Мне это было приятно, то, что оказывается, среди даже творческих личностей, не только как бы вот большой аудитории, то есть удалось привлечь внимание, и Дима вместе со своей супругой, милой, они тоже оказались в их числе. И они пригласили меня написать инсценировку, и я опять же в нашем с вами стиле привлёк молодых ребят из лени, так скажем, из этой изумительной лени, которая, я просто предложил им вариант, и мы стали тереть разные возможности, как это можно подать, естественно, образ самого Дмитрия, да, и он, конечно же, должен быть маэстро. Да, то есть вы являетесь потребителем. Я не являюсь потребителем, я, наверное, не являюсь потребителем ничьего творчества, то есть у меня нет авторитетов, у меня нет авторитетов, я очень... Нет, я имею в виду, извините, а остальные, именно просто вот песенки, нравится вам его? Нет, я не знаю его песенки. Он мне подарил несколько дисков своего лаунжа в машине, и их мило и приятно слушать. У Дмитрия есть своя аудитория, есть свой потребитель, на который он работает, и это очень достойно, качественно сделанная история, а его внутренняя мотивация, с которой он обратился ко мне, меня, конечно же, восхитила. И вот этот сценарий, он, конечно же, даже не столько нами придуман, сколько почерпан из него, это он пришел с этим, и он мне рассказывал, что он хочет, делая разные наброски, а мы внимательно слушали. Знаете, я скажу вам еще одну очень мощную вещь. Высший уровень актерского мастерства – это дать сыграть другому. Дать сыграть тому, кто пришел на тебя смотреть. Не себя показать, а пропустив через себя, вернуть человеку того, что в нем, тот творческий элемент, который в нем дремлет. И поэтому вот закрой глаза и смотри, извини, ничего страшного. Второй раз вы меня закрываете рот. И поэтому закрой глаза и смотри, ты, как сказать, хорошая ученица, это радует. Закрой глаза и смотри, он как раз нацелен на то, чтобы закрой глаза и смотри внутрь своей черепной коробки. Сыграй сам. Да, зритель на самом деле, и современная среда его к этому уже вынудила, он устал смотреть на самолюбование кого-то, кто перед ним играет. Да, весь шоу-бизнес, он уже исчерпал себя тем, что он просто намозорил глаза настолько всеми этими и так далее. А внутренний пусто, пум-пум-пум, как барабан. Да, никакой подпитки энергетической в этом нет. Вот я не могу здесь не ухватиться за слово шоу-бизнес, потому что очень многие ваши коллеги по актерскому цеху воспринимают этот термин как такой оскорбительный. Вот вы считаете, что то, что вы делаете, это шоу-бизнес? Есть несколько уровней профессии. Есть профессия звезды и есть профессия артист. И актер, да, это даже термин этот расшифровывается, это мастер умения становиться другим. Да, то есть это и связано с игрой маски и так далее. И надевая на себя маску другого, он аннулирует свою собственную личность, пропуская через себя энергию зрителя и возвращает, это абсолютно не личностный аспект творчества. А есть профессия очень высокого качества, звезды. Потому что зритель, это уже шоу-бизнес, потому что это уже шоу, это уже зарабатывание денег. Потому что это нацелено на то, чтобы собрать как можно большое количество аудитории. И зритель таких аудиторий, он не пойдет на кого-то, кого не знает. И поэтому нужно постоянно сохранять лицо. И поэтому, если мы посмотрим на судьбу Алпачино, Де Ниро и так далее, вначале они были актерами и потом потихоньку стали звездами. Потому что везде одно и то же лицо. Потому что зритель уже хочет, он уже сам сформировал из себя персонажа, одно лицо. И он на него ходит как на дубль, 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 дубль и так далее. То же самое сейчас повторяют и молодые артисты, даже из современного поколения, кого вы не перечислите, они как бы невольно такое происходит. И поэтому и то, и другое очень важно. И профессия звезды очень важна, потому что она удовлетворяет запрос определенной части аудитории. Но и сохранить традицию как бы самого глубинного подхода к профессии. Актер как в своей сущностной, в сущностном мастерстве умение становиться другим. И фишка этой профессии это всегда дать возможность сыграть другому. Потому что если человек уходит из театра с каким-то мощным воодушевлением к жизнью, творчеством, он сам стал сильным. Это такое ощущение, что он сам сыграл. Он сам увидел, какое колоссальное богатство спит в нем, оказывается. И вот это мастерство, это, конечно же, очень высокий уровень мастерства. А вы в театр часто ходите? Нет. Почему? Почему-то я дистанцируюсь от этого, мне некомфортно. Как зрителю? Да, но иногда под давлением друзей, которые, Вадим, а вот это тебе действительно надо посмотреть. Я иду и восхищаюсь и целую руки актерам, которых я видел, да, и которые со мной что-то сотворили и привнесли мне какое-то новое измерение. Да, но в целом тенденция такова, что 99% зрелищ, они все нацелены на самоутверждение и самолюбование. Они не дают мне сыграть. Они сами хотят выкатиться на сцену, встать в центр, да, привлечь внимание и за счет моей энергии получить какие-то блага себе. Это не тот путь. То есть вы современным театром, можно сказать, не очень интересуетесь? На Богомолова вы ходите? На Серебренникова? Нет, на Серебренникова точно нет. Почему? Я могу препарировать и найти очень важные элементы для развития театрального искусства именно в контексте Серебренникова. Они там тоже есть, это невозможно вот так вот отринуть. Но эмоционально меня это не питает, это не мой немножко театр. Возможно, кто-то найдет там какие-то глубинные сцепки и воодушевления. Меня не воодушевляют эти истории. Я больше вы как бы приверженец какой-то вот эмоциональной сцепки и стирания границ между восприятием зрителя и игрой артиста, который на сцене. Недаром вся моя система, которая упаковывается в три основных уровня. Тот, кто смотрит, тот, кто играет и то, во что играют. Зритель, актер, роль. И с этими тремя центрами, переставляя их, и соединяя, и снова расщепляя, и даже есть медитации, когда мы набрасываем на себя некоего повелителя игр, которые манифестируют единство этих трех центров. И когда на сцену выходит артист, который владеет этими техниками, то зритель невольно проваливается в его сердце. Вот сразу же. Нету, не дается... Актеры или актеры, которые вот как раз таким образом общаются с зрителями. Ну, кроме вашего театра. Мне неинтересно называть имена, поверьте мне. То есть все эти игры в имена и при вознесении кого-то, я не хочу никого обижать. Да, вы уже обидели, мне кажется. Нет, говоря о Серебренникове, я говорю, что это просто не мой контекст. У него своя мощная линия, и он, несомненно, трудолюбивый и мыслящий, и очень мощный персонаж. Но то, что он, ну как он зрелище подает, меня не греет. То есть для меня он холодный, вот. Но то, что он концептуально и яростный, и экспрессивный, и очень ярко подающий свой формат, это несомненно. Да, то есть, вот. Но для меня просто он холоден, холодный. Ладно, с театром понятно, а кино, если брать? Телевидение, кстати, опять же. Да, кстати, сериал сейчас очень в тренде. Может, есть у вас какой-то сериал, который вы следите? Ну, кроме одного. Да, мы не можем говорить. Здесь, опять же, к сожалению, мне не избавиться от своих критериев и наработок, связанных с тем, что роль или персонаж дается артисту для того, чтобы артист исчез, чтобы родился персонаж сам по себе, да? И когда человек видит доктора Ивана Натановича и говорит, слушайте, ну, Вадим, вы самый докторист и доктор из всей команды, да? Потому что на вас смотришь, вот вы доктор. Вот вы действительно, вот, как бы, и так далее. И я могу сказать, что то, что мне удалось в нескольких сериалах не из всех своих работ, то есть здесь критический настрой у меня тоже, я думаю, довольно болезненный в контексте себя самого. Вот, но три или четыре персонажа, они зажили своей жизнью. Я уже был здесь ни при чем. Недаром в последних интервью я даже кокетничал, что я не играю в сериале «Интерны». С чего вы взяли это? К Ивану Натановичу. С ним заключаются договора, это он приезжает, он играет. Я? Нет, я не имею отношения к этому. И так далее. И это действительно так. Это, как бы, кокетство 50 на 50. Может, даже визитка есть. У нас даже была визитка, доктор Иван Натанович. Да, есть такая визитка, да. Ну, была, сейчас мы уже закончили, как бы, эту процедуру. Вот, и если это ощущение возникает, то что ты, как актер, уже не нужен в кадре. Выходит Иван Натанович, и это абсолютно, как сказать, психологически очень глубокое ощущение. Ты приезжаешь на съемочную площадку, одеваешь эту синюю курточку. Можете идти лечить. И плечики немножко опускаются, пузико выходит вперед, это больная пропитает печень, да, которая ведет его, возникает, обостряются ощущения обонятельные, потому что спиртовые ароматы, они уже начинают быть двигательной силой, зрачок слегка расширяется, и все, и ты уже Иван Натанович. А вы что сами пьете, кроме крови? Я люблю пастис, я люблю пастис, это французский 51 градус, анисовая водичка, вот, и мне очень нравится этот напиток, и мне нравится ром, и разные коктейли из рома, вот, и мне, если ребята куда-то уезжают, они привозят мне или колокольчик, или маску, я коллекционирую эти вещи, или бутылочку пастиса, или рома, вот, какой-то такой круг моих подарков. А вы можете напиться, то есть, считаете, вот, существует такой тезис, что раз в месяц, там, или у кого как, вот, надо для полной разрядки, вот, упиться до скотского состояния. Меня всегда поражали эти закулисные актерские рассказы и бравада даже определенная, что я напивался до беспамятства, творил непонятно что, я даже завидовал им, потому что у меня никогда не было вот этого, и я в отрубе. А-а, то есть, уровень осознанности, он, может быть, это связано с тем, что я в контексте медитации из 22 лет, да, и у меня очень хорошая цепочка учителей, которые давали очень мощные методы, но мне... А-а, нет, ну, это йога ума, есть разные, опять же, градации йоги, да, есть... А-а, как вы этим увлеклись в 22 года? Это большая история, это большая ошибка, то, что ты об этом сейчас спросила, потому что все остальные 20 минут эфира я забью этим рассказом, потому что невозможно начать с конца или даже с середины, да, нужно отмотать пленку к самому началу. А-а, ну, был какой-то учитель. Да, многие из нас, особенно темпераментные персонажи, они проявляют этот жар. Я наткнулся на одну очень мощную пьесу, это Мишель де Гильдероте «Скориал». И там шут, познавший, ну, которому 2000 лет, так скажем, да, вот характеристика, да, 2000 лет, и он общается с королем, которому намного поменьше. И тот знает наперёд всю драматургию. И вот эту мощь я пытался на себя напялить. И, конечно же, физические мои и психические возможности, они просто не справились с этим жаром желания отождествиться с этим, и в голове стали происходить очень странные вещи. И таким образом, почему я говорю, что между персонажем и артистом, который играет, очень тонкое натяжение, да, и дальше начинается, персонаж начинает дрейфовать, уже перетаскивать в жизнь тебя и так далее. И человек начинает не понимать, что он делает, но он начинает совершать в жизни очень мощные провокации, которые потянули, после этого развалился мой брак, это были драки, это были очень злоупотребления с этими делами, потому что до дрожи, ты приходишь домой, и у тебя всё дрожит, надо успокоиться и так далее. То есть, вот такие эксперименты, они потянули за собой естественное, как естественное следствие желание понять механизмы, как работает мозг, как выработать механизмы защиты для творческой личности. Ничего страшного. Это третий раз. Это третий раз. И так возникла книга, и так возникла книга самоосвобождающаяся игра. Высшее искусство интервьюера или артиста дать сыграть другому. Сказать, я поняла. Вот, и так возникла книжка самоосвобождающаяся игра. Она вся о методах защиты этого творческого горения. Потому что это большая проблема. Люди уходят сюда, сюда, вот именно ведомые вот этой пульсацией. И поэтому нужны определенные защитные механизмы, нужна широта сознания, понимание себя как персонажа. Что за великий артист играет Вадим Адимчук прямо сейчас. Потому что это всего лишь маска. Ну вот эти все вещи. А это похоже на систему Чехова? Михаила Чехова, да, несомненно. Но он остался все равно в своем времени. И его интуитивный... Вы же знаете, да, что и Станиславский, и Чехов, это все традиции индуистских мастеров. И здесь приложили в первом случае Виконанда, во втором случае Рудольф Штейнер. Это первые апостолы, которые пытались соединить западную и восточную системы мировоззрений. И так далее. И с Рудольфом Штейнером Мишу Чехова знакомит Андрей Белый. И притаскивает его в этот круг Белого братства. И вся его система, это на самом деле пересказ идеи Рудольфа Штейнера, как система Станиславского. Пересказ, забываю я одного этого американца, Аткинсон. Аткинсон, это американец-мистификатор, который придумал себе имя индуистского йога и издал целую серию книг по индуистской йоге. На основе этих книг, абсолютно доверяя тому, что это реальный персонаж, Станиславский создает свою систему. Вы понимаете, какие игры? Изумительные совершенно. И это уникальный обман, это великий обман, потому что в этих книгах действительно очень много ценного материала. Потому что все они связаны с контролем ума, с расширением сознания, с прослеживанием, где чиркается спичка творческого импульса, который вдруг выбрасывает актера на базарную площадь и заставляет его корежиться в каких-то озарениях и так далее. Это все очень мощные элементы. Естественно, и в Ахтангах, и в Чехах уже ученики Станиславского, которые в силу своего таланта начинают боксировать с самим Станиславским. Возникает очень мощное электрическое поле, так рождается новая система. Потом дальше уже и Гротовский, и Брук, уже изучив эти механизмы и опять же привлекая уже реальные источники и кашмирского шиваизма, и индуистской веданты и так далее, создают свои системы. Потом появляется Демчок. Студенты Демчока, ваши студенты... Моя фамилия не склоняется. Да, и я. Студенты Демчока, они создают уже свою систему? Как вы думаете? Ну, в любом случае, в этих средах у меня есть желание заложить эти основы, да, это желание, чтобы они в итоге выращивали свою ветвь игры, да, а иначе не может быть, потому что они будут счастливы только в игре, которую в итоге сотворили сами. Но для этого, конечно же, нужно охватить, пропустить сквозь себя очень много информации. Потом, наполнив себя, как ведьмин котёл, всеми этими ингредиентами, дать время настояться, навариться и так далее. И в какой-то момент, как же вот по методологии Эйнштейна, да, в какой-то момент, когда Эйнштейну звонили, его жена отвечала, он в ванной пускает мыльные пузыри. То есть, потому что этот мощный, он опять в ванной, он до сих пор в ванной, да, потому что технология такая, сначала нужно наполнить себя информацией до предела, до боли в мозгах, потеряться во всех этих, растеряться окончательно, и потом нужно просто расслабиться. И здесь мозг начинает сам структурироваться в озарение, да, и возникают новые моменты, но это уже твои. Ты уже собрал всю информацию, и ты уже дальше выносишь. Ну, и сюда же и путь героя, и так далее. Мы вышли на финишную прямую, поэтому, чтобы остаться просто в пармате, мы должны поговорить обязательно о музыке. Что такое музыка в вашей жизни, раз, и в вашем творчестве элементы, да. Самое высокое из искусств, потому что всё остальное творчество, оно использует элементы, хоть охватываемые, да, язык, тело, это или там танец, или живопись, это материально, музыка, она нематериальна, да. И она, конечно же, вызывает, наверное, самый высокий веер трактовок, воодушевления, и музыка как цветок. Одной любви музыка уступает, да, если... Потому что вы в машине что слушаете? Вы новости слушаете? Я всеядный, я всеядный, я слушаю иногда музыку, но чаще всего, особенно в последнее время, я чувствую, я слушаю лекции, аудиокниги, и, конечно, потому что такой поток информации, и сейчас время, которое бурлит невероятными открытиями, да, и мы невольно, естественно, находимся на сломе, да, крушение старой парадигмы и рождение нового, и вот все эти идеи меня будоражат. На сломе возникновения, вот рождение искусственного интеллекта, как я уже говорил, да, потому что творчество, мир переходит в стадию играющей культуры, потому что он все больше и больше становится перед осознанием, что старые парадигмы, жесткие парадигмы, деление на я и ты, черное, белое и так далее, они уже не работают, все. Да, потому что жизнь, она как раз в градусе, вот между да и нет, вот здесь жизнь, понимаешь, да, и любой камушек, оказавшийся на твоем пути, ты можешь воспринять его как препятствие, обматерить его, что-то я споткнулся, ударил, разбил себе нос, а можешь расцеловать, потому что такой веер богатого опыта он тебе преподнес. Да, и здесь только, как сказать, в точке восприятия, и вот игра с этими точками восприятия, чем она шире, и чем больше взаимосвязей, как бы, ты позволяешь себе, чем большим количеством взаимосвязей ты позволяешь себе наслаждаться, тем более творческим охватом ты обладаешь. Ну а все-таки есть, можно последний вопрос? Все-таки насчет музыки. Есть какая-нибудь песня, которую вот вы тоже едете в машине, слушаете, и вдруг поп, и вас, да. Я всегда вздрагиваю, когда слышу I put a spell on you, Screaming J. Hawkins. Тут только в оригинальном исполнении? В оригинальном, в оригинальном исполнении, в оригинальном исполнении, и это меня просто мурашками прошивает. Вторая песня, которая меня каждый раз взрывает, это Man's, Man's, Man's World Джеймса Брауна, и вообще Джеймса Брауна я очень люблю, я вырос на нем. Вот этот вот пружинистый эрегированный персонаж, который и умер в состоянии эрекции, мне кажется, вылетел туда, как ракета. Это вот персонажи, которые... А музыкальные пристрастия? Это великие шуты, как мне кажется, великие провокаторы, великие трикстеры, да. Сильно изменились ваши музыкальные пристрастия, скажем, с детского, подросткового, юношеского возраста, или вы всегда любили там Джеймса Брауна, допустим? Ну вот есть же такое понятие, как детские импринты, от которых как ни верти, человеку не избавиться, да. И первые прорывы и восхищение детства, да, они все равно опечатывают твой ум. И слушая Сали Бони Эм, да, I love you, да, это наше поколение, мы невольно оказываемся там, да. И наш диапазон, как бы, мы слушаем сейчас, но наша любовь, как бы, вот была сопряжена, то есть свежесть восприятия юношеского, она была сопряжена и опечатана, как бы, этими мелодиями. Вот, и поэтому, конечно же, хотя мама мне и старалась привить, у меня была колоссальная библиотека классической музыки. Вот, потом, ну, пластинки ушли в небытие, и они были, как-то распылились в пространстве. Но до сих пор я обожаю, конечно же, больше всего Баха, Вагнера. Вагнера? Вагнера очень, очень, ну, здесь мой гигантизм, вернее, часть меня, которая играет в гигантизм. Хорошо. Наслаждается этим охватом, гибель богов, это просто очень слезная, трепетная вещь. Ну, что ж, огромное вам спасибо. Я под конец хочу подарить вам книгу, в которой напечатана наша предыдущая беседа с вами, вот, и уверен, что и нынешняя беседа тоже будет опубликована. Спасибо, Соня, спасибо, Вадим. Ой, Ванечка, Ванечка здесь. Вы там тоже есть. Спасибо большое. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо. До свидания.